Спасибо большое, Саран Кулежузбайна. И безусловно, основной проблемой в части вопросов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции являются и вопросы, связанные с туберкулезом. Поэтому в данной сессии мы предусмотрели выступление директора Казахского научного института в тезиопульмонологии профессора Аденова. Пожалуйста, Малак Пулдорович. Добрый день, доброе утро всем. Во-первых, хочу поблагодарить организаторов за такую интересную семинару. Именно наши, так скажем, сочетанные инфекции туберкулез, ВИЧ-гепатитов и, безусловно, уже, скажем, научный подход к этим вопросам. По эпицитуации по туберкулезу я постараюсь коротко доложить. У нас в Казахстане первый указ президента по борьбе с туберкулезом вышел более 20 лет тому назад. Сейчас действует комплексный план по борьбе с туберкулезом, подтвержденный по становлению правительства, где одной из задач является обеспечение контроля ТБ ВИЧ в стране. И соответствующие мероприятия расписаны под эти задачи. Что мы имеем сегодня? Сегодня в Казахстане внедряются все, скажем, известные в мире методики ранней диагностики, быстрой диагностики туберкулеза, лекарственно-устойчивого форма туберкулеза, а также и лечения. На сегодняшний день наряду с общеизвестной микроскопией у нас проводится диагностика ранней диагностики туберкулеза и лекарственно-устойчивого форма туберкулеза. Это аппараты GeneXpert. И до конца 2019 года практически все районы нашей страны будут обеспечены этими препаратами для того, чтобы на уровне первичной сети обеспечить быструю диагностику туберкулеза и лекарственно-устойчивого форма туберкулеза. И здесь сделана большая работа с нашими донорами, то есть сеть аппаратов в рамках грантов предоставлена Казахстану, но обеспечение расходными материалами, картриджами, это за счет средств бюджета, покрывается в полном объеме. Также у нас используются аппараты во всех противотуберкулезных лабораториях бактериологических, это быстрой диагностики LPA, ПЦР-диагностики, которая в течение двух дней позволяет определить полный спектр лекарственной устойчивости и тем самым назначить индивидуальном режиме схемы нашим пациентам. Также аппараты БАКТЕК, которые уже идентифицируют живую культуру микобактерии туберкулеза, также общеизвестные туберкулиновые тесты и лучевые методы диагностики. По лечению туберкулеза и лекарственно-устойчивых туберкулеза также основной акцент на международной, на генеральной ассамблее ООН в прошлом году в Нью-Йорке в сентябре было в том, чтобы как можно быстро обеспечить быстрые методы диагностики и новыми эффективными схемами лечения больных с туберкулезом и лекарственно-устойчивыми формами. То за последние, можно сказать, два года, три года увеличения охвата идет у нас более 3-7 раза новыми препаратами. В 2016 году в рамках грантов международных проектов мы начинали 675 пациентов применение новых препаратов, это бидеквилин, деламонид и линезолит, клофазамин. В рамках 2018 года гранта глобального фонда эту цифру мы увеличили до 1280 пациентов, но в 2019 году текущем на более 2500 пациентов эти препараты закуплены за счет средств бюджета. На 2020 год планируется закуп более 5800 больных, это практически весь контингент лекарственно-устойчивых форм активных больных туберкулезом, который будет полностью обеспечен этими препаратами за счет средств бюджета. Предварительная эффективность, которая у нас уже подводится в рамках этих грантов, проектов, говорит о том, что широкая лекарственно-устойчивая форма туберкулеза при ШЛОУ эффективность препаратов и новыми лечения составляет более 75%. Что мы имеем сегодня по результатам лечения? В чувствительной туберкулезе в Казахстане эффективность лечения составляет чуть менее 90%, 89,5%, при международном стандарте не менее 85%. Лекарственно-устойчивая форма туберкулеза МЛУ. Показатель последней когорты 2018 года показывает, что 79% пациентов нам удается успешно вылечить. Этот показатель является одним из высоких не только в регионе, но и в мире. И можно констатировать сегодня, за последние 5 лет более 70 тысяч жизней спасено с помощью наших мероприятий. Что имеем итоги? Итоги. Мы можем успешно говорить о том, что за последние 10 лет есть устойчивая тенденция к снижению основных эпидпоказателей по туберкулезу. Более 2,2 раза снижена заболеваемость, более 5,6 раз снижается смертность от туберкулеза. По итогам 2018 года на 100 тысяч населения заболеваемость составляет 48,2 и смертность 2,4 на 100 тысяч населения. Но, вот это «но» теперь начинается. С «но» говорим о том, что если мы видим нижний график, то из года в год мы видим увеличение туберкулеза и ВИЧ. И хоть эти цифры малые, но они имеют устойчивую тенденцию к росту. И это говорит о том, что мы сегодня должны на это обращать более пристальное внимание, и эта проблема уже сейчас требует фундаментального решения. Распространенность в разрезе регионов тоже можно посмотреть, то мы увидим в основном туберкулез и ВИЧ коинфекция регистрируется. У нас наибольшее количество это Павлодарская, Восточно-Казахстанская, города Алмата, Карагандинская и Алматинская областях. Удельный вес пациентов вирусным гепатитам ВИЧ в контингенте нашем. На сегодняшний день контингент больных составляет чуть более 14,5 тысячи, в том числе вирусным гепатитам чуть более 550 больных. ВИЧ из них, сочетанная ВИЧ составляет и с сочетанием ВИЧ 168 пациентов. По видам гепатитов наибольшее количество гепатита В, С и соответственно сочетанное поражение В и С. Доля ВИЧ-инфицированных среди больных в европейском в регионе верхний слайд и в нижнем. И мы можем сказать, практически мировая тенденция также повторяется в Казахстане. И хоть и цифры меньше, но более 7% среди наших больных это больные с сочетанной инфекцией. Удельный вес ТВИЧ структуры смертности среди ЛЖВ. Хоть и зеленая цифра говорит о том, что нам доля туберкулеза ВИЧ в числе умерших уменьшается, но тем не менее она остается достаточно высокой для того, чтобы не пренебрегать этой ситуацией. Исходных лечений мы тоже посмотрим. Если новые случаи, повторные случаи, это первый слайд, более 77% можно вылечить в европейском, это данные Европейского бюро, то туберкулез и ВИЧ это чуть более 62% можно только излечить. Лекарственно устойчивая форма туберкулеза успешно излечивается только меньше 60%. И XDR, так называемая широкая лекарственная устойчивость, не более 35%. Исходы лечения у нас. Можем посмотреть, если успех лечения обычного туберкулеза, мы говорим, практически достигает чуть меньше 90%, то туберкулез и ВИЧ уже менее 60%. И это говорит о том, что эти пациенты, то есть сочетанные коинфекции, сегодня требуют уже новых подходов, новых, скажем, методов в организации лечения. Охват терапии также. Есть у нас регионы, где туберкулез и ВИЧ, аэртотерапии охвачены большие проценты, но если мы выйдем в некоторых, это Туркестанская, Павлодарская, Алматинских областях, этот процент составляет ниже 90%. В принципе, у меня все. Если будут вопросы, постараюсь ответить. Спасибо большое, профессор Родинов. Теперь очень интересный доклад. Спасибо. Интересно было слышать о динамике распространения коинфекции. И вы как-то чуть-чуть точнулись вопросом. Вы говорили о новых методах охвата и лечения. И мы уже здесь говорили о важности интеграции ВИЧ-спида, туберкулеза, ВИЧ-спида, гепатита, ВИЧ-спида, туберкулеза и гепатита. Так, я думаю, это будет еще, конечно, для нас важный аспект разговора. Интересно тоже, дорогие уважаемые коллеги, вы слышали, очень интересные результаты. Теперь лечение 75, больше 75% лечения мультирезистентного туберкулеза. Три года назад эти цифры были, что 50%. Так что это скоро улучшается с новыми препаратами. Я думаю, для этого региона это очень важные данные. Поздравляю с успехами. Субтитры создавал DimaTorzok